Я в основном помню из рассказов моей мамы и старших сестер, их у меня было четверо. Мы жили в деревне Новосибирской области, деревне Орлова. Колхоз начал было вставать на ноги, а тут война. Отец наш был председателем колхоза и получил бронь, на фронт не взяли. Когда мама была беременна мною, а отец был коммунистом, он ушел на фронт добровольцем. Мама осталась с четырьмя дочерями и я на подходе. А родилась я уже без отца. В деревне остались одни женщины, старики да дети. Вся молодежь ушла на войну, вся тяжесть деревенской колхозной работы легла на плечи женщины и детей подростков. Как-то сразу все обветшало. Холод, голод, неурожай. А работать надо и в колхозе, и дома детей растить надо. Одевать, кормить. А чем? От отца сначала приходили письма, а потом не стало. Сообщили, что пропал без вести. Я родилась и тоже есть хочу. А чем кормить? У мамы то ли от тяжелой работы, то ли от переживаний сразу пропало молоко. Колхоз выделен на мое пропитание один килограмм муки. Из нее делала мама затеруху, заворачивала этой кашей в тряпку, совала мне в рот. Этим я и питалась. Мама же отощала так, что еле на ноги волочила. Ведь каждый кусок старалась отдать детям. У мамы в другой деревне, пять километров от этой деревни, жила сестра. И она ее пригласила к себе, значит, пожить. Ну, мама взяла меня на руки и пешком пошли в эту деревню. Но по дороге она обессилела, упала, потеряла сознание. Я плачу, а она не может прийти в себя. Тут на счастье шел навстречу какой-то мужик, мужчина. И он помог ей очнуться. Спас нас. Затем пошла кое-какая травка, львида, крапива, калачики. Да и коровка стала спасать нас молочком. Сдавали налоги в колхоз. Молоко, яйца и прочее. Немного ожили. Что я сама помню, так это как мы, сестры, вооружившись ножами, садились возле картошки. Она в углу была обгорожена досками. Подмороженная. Чистили ее и прямо сырой ели. Она сластила, это было и сладко, и насыщались. Ели жмых. Это за сданное молоко получали от колхоза. Ходили в поле, лес, ели медунки, дикий лук, пучки. Кое-как насыщались. А уже от детства ябудца было не во что. Особенно зимой была проблема. На улицу сестры ходили по очереди. Когда мне было уже два года, пришел домой отец. Он оказался больной туберкулезом. Он раненый попал в плен. Два раза пытался бежать из концлагеря. Снова его ловили и снова отправляли в лагерь. На третий раз удалось сбежать зимой. Долго пробирался снова к своим на фронт. Но получив такую болезнь, он был вскоре комиссован и отправлен домой. Мне врезалась в память его колючая борода, когда он прижал меня к себе. Это все, что я помню. И еще я помню, ночью проснулась от громкого плача. Отец сидел голый на табуретке, на кухне. Какие-то бабки мыли его. Прожив два месяца, он умер. Когда его хоронили, все плачут, и у всех слезов у меня-то нет. Так я слюнями по щекам себе намазала. Бегаю с рюлядей и хвастаю, что у нас есть кутьяк. Это все, что я помню о своем отце. Игрушек у нас детей никогда не было. Играли с шитыми руками, матными куклами, стеклышками. Закончилась война. Кто-то выжившие вернулись с войны. Началась снова мирная жизнь. Начали поднимать колхоз. Две старшие сестры уехали в Новосибирск. Выучились. Одна вышла замуж, другая получила жилье и забрала нас к себе. Но здоровье у мамы не восстановилось. Она слегла и 15 лет болела. Паркинсон. Я росла веселой, неунывающей. Занималась спортом, участвовала в самодеятельности. Радовалась всему и вся. Закончилась лесотехникум и оказалась на Сахалине. В 2006 году похоронила мужа. Живу одна. Дочь на Украине. Созваниваемся. Спасибо. Своей защите. Помогает. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok